привет мои лапули всем как говорится постоянным зрителям моего канала добро пожаловать и новеньким тоже я всем рада сегодня хотела я поговорить на тему дружбы женской дружбы я не раз видела вопрос такой под моими видео поэтому решила затронуть эту тему знаете я так скептически отношусь к женской дружбе потому что не раз обжигалась мне очень сложно подпустить к себе близко человека но потом очень легко отказаться от него если он меня предал очень легко отказаться мне не раз жизни такое было что подруги меня предавали как сказать даже не сколько предавали сколько разочаровывали наверно или может быть я слишком многого от них дала они просто были не теми людьми какими я их рисовала там своими фантазиях каких-то вот есть у меня несколько подруг которых я могу назвать своими подругами которыми я могу поделиться своими какими-то переживаниями моментами жизни сей но не с одной подругой за 38 лет своих я до конца никогда ничем делилась есть такие вещи знаете как которых я даже сама себе не хочу признаваться поэтому делиться с подругами не вижу смысла в этом у меня на данный момент кого я могу назвать своей подругой это зулечка вы ее знаете она проверена временем отношениями ситуациями поэтому ее я могу назвать своей подругой она такой человек который самая первая побежит на помощь ее даже и просить мне кажется не надо она прибежит на помощь есть у меня еще одна подруга из детства мы с ней дружим с 10 лет и я никогда не афиширую отношения с ней это она тоже мне близкий человек с ней я могу пооткровенничать это такой человек которому ты можешь сказать любую информацию о себе и ты можешь быть уверена что эта информация дальше никуда не выйдет из нее плоскогубцами щипцами даже ничего не вытащишь но она тоже конечно же в дагестане в москве но последние годы мы так часто не общаемся она вышла замуж у нее дочка как-то у меня свои интересы были у нее свои интересы но это все равно не мешает нам оставаться подругами я ее считаю своим близким человеком когда я бываю дагестане я всегда к ней захожу и очень рада бы видеть ее и все еще не кстати мы дружим семьями вот так что подруг у меня в принципе немного конечно есть такие подружки знакомые но это совсем другое что для меня дружба как я выбираю себе подруг я вот даже не могу сказать что я их выбираю себе как-то сами ситуации подсказывают есть у нас что-то общее или нет получится у нас общение или нет меня всегда считали высокомерной какой-то девушкой с гонором непонятным даже зулечка мне говорила что первый раз когда меня увидела увидеть увидела на меня у себя на работе почтовом отделении так и подумала что я очень высокомерная такая хамка какая-то но потом она поняла что это не так вот для меня неважно расстояние абсолютно чтобы дружить с человеком мне не нужно его видеть каждый день тусоваться в клубах в ресторанах ходить на прогулки мне это абсолютно не нужно для меня тут дружба это что-то такое когда я могу быть уверена что в любой момент я наберу напишу позвоню приду к подруге и она меня всегда выслушает она меня всегда примет она мне всегда подаст чашку чая кусок хлеба ну как вам объяснить для нее моя проблема не будет казаться какой-то чужой пусть она не сможет не решить конечно же я не буду надеяться что кто-то решит мои проблемы но для меня важно чтобы меня выслушали я очень редко кому-то жалуюсь или что-то рассказываю но мне важно осознавать что такой человек есть конечно у меня тоже бывали моменты когда я бывали недопонимания с мамой и чтобы это недопонимание не перерастали в ссоры и скандалы и затяжные я молча уходила к зюлечке она живет рядом и день-два оставалась у нее она никогда не задавала лишние вопросы не лезла мне в душу никогда не спрашивала ничего лишнего я и что-то расскажу она примет эту информацию вот сколько я рассказала столько она и примет сколько мне надо столько не могла у нее остаться точно так же она у меня и вот то же самое и с той подругой которые с которой дружу с детства ее зовут зарема кстати с ней было то же самое я могла в любой день в любой момент к ней прийти на месте даже будет занята она никогда не подаст виду что занята чем-то куда-то спешит куда-то бежит и если даже куда-то она идет мы пойдем вместе ну знаете я не чувствовала себя балластом каким-то вот ненужным чемоданом с поломанной ручкой который который им мешает вот что значит для меня дружба когда когда вы дополняете друг друга наверное так есть еще такой момент женская дружба и мужчины этих женщин часто бывает такое что мужчины фокусируйся пожалуйста на мне что мужчины подруг точнее например мужчина моей подруги может посмотреть на меня и мой мужчина посмотреть на мою подругу часто слышу такие истории у меня в жизни часто такое бывало что мужчины моих подруг но не близких подруг знакомых наверное таких подруг с которыми время проводили часто заглядывались начинали начинали потом проявлять внимание какое-то ко мне я это всегда пресекала на корню мне это непонятно мне вообще непонятно как можно от одной подруги бежать к другой и как бы не было но это мужчина и на это я смогу закрыть глаза то что мужчина это по природе охотник он полигамный но я никогда не пойму женщину которая знаю что это мужчина подруги вообще посмотрит на него я вот этого не пойму я сама никогда такое сделать не смогу когда бывали такие ситуации я как кому-то из подруги рассказывал смотря по ситуации кому-то не рассказывала но на корню отсекала какое-то вот пересечении с молодыми людьми этих подруг вот вот это тоже для меня очень важно чтобы я была уверена в своей подруге что мой мужчина для нее это не мужчина она на него не будет смотреть как на мужчину знаете по женщинам это сразу видно бывает по взгляду женщины по поведению женщины в обществе мужчин в обществе твоего мужчины это сразу можно определить пытается ли женщина перетянуть на себя внимание по крайней мере мне это удается вот ну мой муж конечно ниже не смотрит на моих подруг но все как говорится это мой муж не смотрит который сейчас а если бы со мной был рядом другой какой-то мужчина он мог бы и посмотреть на моих подруг почему нет главное как поведет себя женщина в этом случае вот я наверно как друг не совсем хороший в плане того что объяснить я очень часто могу высказаться грубо могу сказать не самые приятные слова человеку не те слова наверное которые он хочет услышать как говорится я правда руб у нас часто зули бывали такие моменты что я говорила и эти вещи которые другие люди не скажут и наверное ей это бывало неприятно но но она понимала что если я этого не скажу и не никто другой этого не скажет кроме ее мамы и сестер да больше никто ей это не говорит мы всегда с мамой ее мама сестры и я мы как-то часто сходимся во мнении вот я вот правду матушку как говорится могу прямо в глаза сказать какая бы она больная не была и знаете бывали случаи когда мне это правда матушка мешала еще в дружбе у меня есть один такой момент если я разочаровалась в человеке дружбы уже не будет но это не значит что я в упор не буду видеть этого человека я конечно же буду разговаривать все мы люди все мы делаем ошибки но тех отношений которые были уже нибудь никогда даже после извинений даже после того как человек раскаялся нет тех отношений уже не будет я уже близко этого человека подпустить к тебе не смогу были такие случаи поэтому я знаю себя что простить может быть я прощу какие-то вещи но отношения уже будут другими вот что такое для меня дружба сказать что я не верю женскую дружбу нет я не могу сказать потому что наверно потому что я сама умею дружить я стараюсь видеть в людях сперва положительные качества положительные стороны их характера личности а потом уже как говорится со временем отрицательно все и так вылезет поэтому я верю и женскую дружку я верю и даже в дружбу между мужчиной и женщиной я верю но знаете между мужчиной и женщиной это такая дружба который который же один наверное один дружит а другой дружит с надеждой на что-то вот скорее всего вот между мужчиной и женщиной вот такая только дружба может быть один искренне дружить считает второй человека другом а второй чаще это бывает мужчина дружит в надежде на что-то большее вот и я уверена знаете процентов на 95 даже на 98 можно сказать что мужчина друг мужчина друг никогда не откажется от близости со своей подругой вот если будет такая возможность это мое мнение конечно ваше мнение может совершенно другим кстати мне очень интересно что вы думаете по поводу дружбы пишите пожалуйста под видео мне будет интересно на вашем мире но пожалуйста это все пишите в рамках дозволенного не надо спины вот это доказывает что мое мнение неправильное ваше правильное у каждого человека свое мнение я вот так смотрю на дружбу вы можете смотреть по другому у каждого человека свои жизненные ситуации были свой жизненный путь поэтому мы все видели все как говорится разное в этой жизни и багаж у нас отличается поэтому наверное и мнение мнение о дружбе рассуждение у всех разные вот ну вот я рассказала что я думаю о дружбе еще я очень легко нахожу общий язык с людьми мне легко начать общение но если мне человек изначально не понравился я не буду с ним общаться страсти до свидания как дела улыбаться в 32 зуба и спрашивать как тебе дела как ты прекрасно выглядишь и этого делать никогда не буду вот найти общий язык очень легко чаще у меня в жизни бывало знаете как у меня мама всегда даже говорил что я жилетка для своих подруг они всегда приходили ко мне когда у них были какие-то проблемы жаловались плакались я их выслушивала давала какие-то советы пыталась ну как бы наладить отношения с с их молодыми людьми там я не знаю там на работе к что то всякие разные были ситуации как говорит моя маму ли я жилетка для своих подруг и никогда практически никому не жалуюсь очень редко очень редко чтобы так прям жаловаться и нет я не помню чтобы у меня такое было ну все наверное а то сейчас это видео получится очень-очень затяжным и идет совершенно другое русло не забудьте написать что вы думаете о дружбе между женщиной и между между женщинами то есть и между женщин и мужчинами мне будет очень интересно узнать ваше мнение все закрывались пока мои хорошие